Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с вами с тем, что вы пишете. Получается у вас такой своего рода любовный треугольник. Треугольник Карпмана, как иногда его называют. Когда вы любите одного человека и он вас спасит, значит, вы находитесь с другим человеком и он тиран, потому что тиранизирует вас и причиняет вам, ну, видимо, боль или какие-то еще неудобства привносит человек в вашу жизнь. Да? Вот. Итвы. Итвы – это жертва. То есть, по сути, человек, который, ну, практически, практически ни за что не отвечает, ни за что не отвечает в своей жизни вообще совсем. Да? То есть, вот такая ситуация. Как выйти из треугольника Карпмана? Для этого нужно выйти из своей роли жертвы, по сути дела. То есть, что происходит у вас сейчас? Сейчас у вас происходит такая ситуация, что вы не отвечаете за себя. Совсем. Полностью. Вы не отвечаете за себя, вы не отвечаете за свою жизнь, вы, как бы, ну, несете ответственность за нее, за свою жизнь, как раз-таки. И вы, как бы, не говорите о том, чего хотите именно вы. Для чего хотите этого вы. Почему, например, вы этого, опять же, хотите сами, да? Зачем вам это, то, чего вы хотите, например? И так далее. То есть, вам нужно брать ответственность за себя, за свою жизнь. Потому что пока, вот именно пока, ответственности за свою жизнь вы не несете, и боюсь, что ситуация не будет складываться сколько-нибудь положительно, сколько-нибудь правильно, сколько-нибудь интересно, сколько-нибудь соответствующих тому, чего хотите вы. Это, к сожалению, невозможно, если вы не возьмете ответственность за свою жизнь. А чтобы взять ответственность за свою жизнь, нужно, чтобы вы четко поняли, чего вы хотите и так далее. Слово «не могу» в психологии нет. Есть слово «не хочу» и «надо». Понимаете, вы загнали себя в ловушку, получается. Загнали себя в тупик, получается. Казалось бы, зачем? Зачем вы это сделали? А сделали вы это потому, что вам эта ситуация, которая происходит сейчас, вам эта ситуация чем-то удобна, вам эта ситуация чем-то выгодна, вам в этой ситуации хочется быть. Вопрос в том, почему, зачем, для чего вам в этой ситуации быть. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент, который вы, возможно, даже сами не осознаете. Который вы, возможно, даже сами не понимаете. Но, тем не менее, этот момент очень важный. И если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит, то говорить именно об этом нужно. То есть, говорить нужно именно о том, как раз-таки, почему мы оказались в этой ситуации. И что мешает вам из этой ситуации выйти? Что не позволяет вам из этой ситуации выходить? Что не позволяет вам действовать так, как, ну, как вот вам хотелось бы? Я полагаю, что это такие принципиальные вещи, на которые стоит ответить. И когда вы в своем поведении будете руководствоваться тем, чего хотите вы, тем, что нравится и привлекает вас, опять-таки, когда вы в своем поведении будете двигаться только в соответствии с тем, что вам интересно, что вам нравится, что вас привлекает, что вас интересует и так далее, и так далее, то, что действительно ваше, то, что действительно вам по душе. Вот тогда ситуация нормализуется. А пока вы, в сути дела, сами себя загоняете в такой тупик, когда вы оказываетесь в клетке. Я не думаю, что это сколько-нибудь правильная позиция, которая поможет вам как-то вот ситуацию вашу наладить и сделать ее более приветливой именно для вас. Во-вторых, вы сами поместили себя в эту ситуацию. То есть, если вы любите мужчину, допустим, и по какой-то причине быть с ним не можете, а, то совершенно необязательно жить другим для этого, или по этому, или вообще, а совершенно необязательно жить другим. Но вы это почему-то сделали. Вот и подумайте, для чего вы это сделали. Как бы спросите себя просто. Я это сделал, чтобы что? Я это сделал, чтобы добиться чего? Чего я хотел добиться этим? Для чего я пошла, грубо говоря, против себя, против своей, ну, может быть, даже воли, против самой себя, да? Для чего я пошла? Зачем я живу с другим человеком? Вот об этом вам нужно подумать. Как только вам станет понятно, зачем вы с другим, как только вам станет понятно, какую цель вы преследуете, вам тут же будет понятнее и то, как вы оказались в этой ситуации, и что вы можете сделать для того, чтобы в этой ситуации больше не оказываться. Так вот ситуация, когда не вы контролируете вашу жизнь, ну, свою собственную жизнь, а ее контролируют другие, кто угодно, только не вы. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, либо появилась необходимость уточнить какие-то моменты в моем ответе. Пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам!